В эфире программа «Нави энергии» на студии Алена Мелешенкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Вы торгуете арбузами в разрезанном виде? Нет. А почему? Какие наступствуют, то есть мебеттеры из аных бахшавых, выники лабораторных досвидов у нашем выпуску. Свой хоккейный клуб створает у Бобруйску. Узгадывать любимые версии белорусских аутеров теперь можно на махилевских стенах. Глядите на уластные вотши. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел республиканскую селекторную нараду по пытаниях уборки урожаю. У ее примали уделки руники у всех областей, як отзначу по час на раду старшиня Могилевского. А балаканка Молодимир Доманевский в области селита плануется брать 1 млн 100 тыс. тонн сбожжа. А это больше леташнего. У целом хлеборобов региона предстоит в этом сезоне обмолотить сбожжевое и зерне бобовое на площади амаль 348 тыс. гектаров. Каб выканать эту задачу, что дня под час жнева на палетке могут выходить 1320 комбайнов. Жневен сезон продажу Бахчавых. Однако только при выполнении правил реализации захование ковуны и дыни приносит корысть. Наша здымочная группа по выниках лабораторных дослёдов переконалася, что на быте разрезанного ковуна эти дыни могут стоять у себя неприемные сюрпризы. Усе подробности в наступном материале. Сезон продажу ковунов и дынь у разгары, а медики и санитарные службы уже на подготове. Бо при порушении правил реализации Бахчавых разом с порцией витаминов можно отримать неприемные наступства. Это всегда бурное развитие инфекции. Заболевание развивается по типу пищевой токсикой инфекции. То есть может быть многократная рвота. Даже не обязательно может быть жидкий стул, но всегда это боли в животе, очень высокая температура, выраженные симптомы интоксикации. А лечестяком люди у Сурьоз не успремают таких попередживанню. Каб аргументы были больш наглядными, мы вырешили провести дослед. Купили два ковуны, один целый, други разрезаны. У лабораторий с кожного взяли пробы на микрофлору и на явность кишечной палашки. Исследованный арбуз, разрезанный, результат, значит, половинка арбуза разрезанного дает рост, соответственно, микрофлоры. На чашке, где исследован целый арбуз, мякоть именно исследована, роста микрофлоры не имеется. Что говорит о качестве арбуза, вымотого. Выник напрашивается один, куплять только целые ковуны и дыни. И обовязково перед уживанием их добро вымывать, каб у вынику не пришлось извертаться до медиков. Наша сдымочная группа разом с санэпидемиологами проехалась и по мини-рынках Могилёва, каб поглядеть, те выконываются правила реализации. Вы торгуете арбузами в разрезанном виде? Нет. А почему? Ну, потому что проходили санитарный минимум, и нам говорили, объясняли, что нельзя торговать резать арбузы, дыни по саннормам, потому что, ну, пыль, мы стоим за дороги. После наведывания рынка мы пришли до весновы, что большинство гандляров притрымливаются санитарных правилов реализации бахчавых. Это означают и специалисты. Хотя что год у среднем до 200 гандляров бахчавыми отрымливают предписание эти штрафы за порушения названных правилов. По законодательству предусмотрен штраф за данное нарушение до 30 базовых на физическое лицо, до 200 базовых на индивидуального предпринимателя и до 500 базовых на юридическое лицо. Про то, что покупникам треба и самим быть больше потребовальными до умов реализации продукта и его якости, свечать в дымке небояковых могилючан. Что называется, без комментариев. Памятайте, что в первую чергу от нас залежит наше здоровье. Алина Соловьева, Алина Милюшчанкова, Новины региона. У Бабруйску створен свой хоккейный клуб. Символ Бобар, назва Бабруйск. Уже сформированный тренерский склад проводит отбор игроков. А кроме бобруйчан, у новой команды будут играть юнаки из Могилева, Гродно, Минска, Новополоцка и Гомеля. Восемь человек. Практически можно сказать, что с ними будет подписан контракт. Они будут являться с 1 сентября учащимися училища Олимпийского резерва отделения хоккея и будут непосредственно участниками команды. И будут заявлены в предстоящем сезоне в составе нового клуба. Обещают не стратить и переемности поколения. На базе училища Олимпийского резерва с 1 вересня почти працевать хоккейная школа. Назад у СССР добраченная вечарына у стыли ретро пройшла у одним из могилевских дворов на улице Ленинской. Я ее идейные натхняльники, организатор, журналист и литератор Яуген Булава. Старые сябры и однодумцы поколений 70-х собрались разом, как вспомнить молодость и знову выконаить старые шлягеры. Импровизованный концерт пройшел по трымку людей с обмежеванными махчимастями. Старые фото, портреты правдоров Суцветного пролетариата, виниловые пластинки. Звычайный могилевский дворик на певный час перетворился в советский куток. Для долгочаканной встречи старые сябры 70-ники его обрали невипадково. Вот этот кусочек Советского Союза, который нашел свое проявление во дворе, в котором находится квартира нашего друга Алика Кузькина, музыка которого объединяла всех нас. Сегодня Алик Кузькин живет в США, а у его квартиры разместилось городское товариство инвалидов. Могилевские музыканты, имена яких 40-х годов тому ведал увесь город, потрымали людей с обмежеванными махчимастями, творча и финансова. Все работаем на общественных началах и стараемся вот такими волонтерами, вот такими мероприятиями скрасить людей, которые долго сидят дома, которым скучно дома. И, ну, вы сами понимаете, что такое четыре стены. А здесь простор, солнце, шарики. 70-е минуты гастагодя называют «золотым часом СССР». Для сегодняшних поколений это история. Для удельников и чарыны – житье. Это было просто необыкновенное время. Я как барабанщик стремились научиться играть на ударных инструментах. Поэтому приходилось сами ударные инструменты самим делать. Да, даже сурский класс делал барабаны. Собирали, делали, стремились. Все было очень здорово. И до сих пор вот всех видел, знаете. Я радуюсь. Несмотря на возраст, как бы, и не чувствуешь его. Кожан из них пошел своим шляхом. Однако помеж старыми сябрами засталась вечная совесть, музыка и 70-е минулых гастагодья. Ирина Бородзеловская, Виталь Аляксейнка. Новина региона. А у Шклови рыхтуется до свята Агурка, якое отбудется у районам центры 12-го жнивня. Яно стало шкловской традицией. Селета пройдя уже 11-й раз. Пачаток свята ля шкловской славутости скульптуры Агурка. Театрализованное представление будзе прысвечено гэтых ародненей, якая популярна при намси у шкловских господару и у Вогуля на Могилевшине. У шклов таксама запрасили гостей з Московской и Чарниховской областей, дзе таксама шануюць Агурки и робят свои святы. Пасля площадзея протягнется у шкловским городским парку, тембой, што селета означается 115 годов с часу ягу закладки. Тут на святе Агурка будзуть тематычные пляцовки и рамесніков, и вынаходников, и гандляров, и кулинаров. Асобая увага да Агурков и смачных мясцовых рецептов. Самые вопытные госпадыні проведуть мастер-классы по приготовлению страу с огурками и дегустацией. На приканцы святы Агурка гостей чакает концертная программа белорусской эстрады. У нас объявлены и конкурс на лучшую эмблему. У нас будет конкурс на лучшую там и огурец самый большой, фото с самым большим огурцом. У нас будут и самоделкины, те, которые делают сами маленькие, трактора, плуги, тяпки и все остальное, все, что это касается. Поэтому я пользуюсь случаем хочу пригласить всех 12 августа на праздник огурца в город Шклов и все те люди, которые на что-то способны показать себя, проявить и продать можно свою продукцию и показать, заявить себе лицом. Конечно же, мы зовем всех Шклов на праздник огурца. По Могилевских стенах теперь можно узгадывать любимые верши белорусских аутеров. Арки и фасады Будынка у областного центра, дякуючи цитатам створу, стали городскими арт-объектами. Верши народной мови у нашей рубрице «На уласне в очи». У нее уже есть два стихотворения снято просто вот так. Про самые актуальные новины наши в области вы можете доведаться из нашего сайта адрес.tvrmogilow.by А я с вами развитываюсь, доброго вам настроя и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин